За ним, за единственным мячом с огромным желанием забить в ворота соперника, по полю снежному бегут любители острых футбольных ощущений. Игроки команд «Стелс» и «Спартак» встретились в финале новогоднего кубка любительской футбольной лиги в Щелково на малом поле войска Подмосковья. Уже 12-й раз он проходит, начали мы с 2010 года, до сих пор он идет. И с года в год набирается как минимум 14-16 команд, которые готовы в новогодние праздники не только есть винегреты, но еще и играть в футбол. «Стелс» и «Спартак» – сильные и давние соперники. В очередной раз они встречаются в решающем матче. «Спартаковцы» с первых минут атакуют, давая сопернику понять – восьмикратные чемпионы пришли за девятой победой. Однако игроки команды «Стелс» явно подготовились к очередной битве и не готовы отступать. Первый там завершается со счетом 2-2, но ничья соперников явно не устраивает. В серии пенальти никто не хотел, поэтому борьба велась до победного. В итоге 4-3 в пользу «Стелс». «Спартак» в этот раз чуть-чуть подкачал, шага не хватило для очередного трофея. Но их у вас и так много, поэтому на пару с большими кубками пусть у вас будет один малый. Команда «Стелс» – новообладатель новогоднего кубка. «Стелс» – новообладатель новогоднего кубка. Кто выйдет, капитан, кто? Поздравляю. Готовились сильно, знали, что соперник такой? Мы с ними не первый раз играем, поэтому все друг друга знаем хорошо. Ребята сильные очень, но мы в этом году тоже хороший dream team собрали. В середине второго тайма провалили. Немножко нам не хватило. В конце взяли инициативу на себя. Но, к сожалению, в конце не хватило, чтобы сравнять и выйти на серию пенальти. Но в целом ребята молодцы, все старались, уверенно дошли до финала. Будем надеяться, что в чемпионате будет лучше. А лучше обязательно будет, потому что вперед к новым победам – девиз не только профессионалов, но и щелковских любителей зимнего футбола.